Всем привет, это Миша и сегодня мы поговорим с вами о национальном парке Big Band, он же Большой Изгиб, если переводить на русский язык. Этот парк располагается в южной части западного Техаса и является, ну может быть, не самым большим в США, но, скажем так, больше среднего по размеру. И его площадь составляет более 2000 квадратных километров. Большая часть парка расположена на территории пустыни Чивала, растительность там есть, но она вот такая, грубо говоря, пустынная, всякие небольшие кусты, кактусы, колючки и так далее. Впрочем, эта пустыня, она расположена достаточно высоко над уровнем моря, ну можно говорить примерно, может быть, о тысяче метров. Соответственно, там не так жарко, как можно было бы представить, исходя из того, собственно, в каких широтах она находится. Также на территории этого парка есть горы. Самая высокая вершина на территории парка это вершина Эмори и ее высота 2385 метров над уровнем моря. Вот в этом горном районе парка довольно интересное разнообразие в плане живой природы. Там встречаются и различные парнокопытные, будь то, скажем так, что-то более близкое к оленям и более близкое к различным горным баранам. А также встречаются и хищники, в частности, горный лев, он же пума, и черные медведи. Впрочем, сбегая вперед, я никого из них не видел. В целом же в парке также встречается значительное число змей, включая довольно ядовитых и довольно сильно ядовитых, несколько видов гремучих змей и так далее. Но, в общем, их я тоже не видел, так что, как говорится, не так все плохо. Парк не пользуется большой популярностью в США. В год примерно полмиллиона человек его посещает. Это при том, что, ну, скажем так, более популярные парки, наиболее популярные парки там посещают 3-4 миллиона в год. Самый популярный парк в Теннесси, Great Smoky Mountains, там их посещают вообще 12 миллионов. Но это, скажем так, из-за доступности. А здесь же ситуация как раз обратная. Парк расположен очень далеко от любой цивилизации. То есть, если смотреть на большие техасские города, то самый ближний из них это Эль-Пасо. И оттуда 5 часов на машине ехать до этого парка. Похожая ситуация с Сан-Антонио. Там вообще, наверное, часов 6. Ну, а если уж говорить про Даллас и Хьюстон, наиболее населенные техасские мегаполисы, то там вообще речь идет о 8-9 часах на машине. То есть, соответственно, так просто туда не приедешь. Ближний город, до которого можно, ну, практически из любого крупного американского города долететь с одной пересадкой. Это город Одесса. Ну и от него до парка ехать на машине 3 часа. Так что неудивительно, что те, кто в парк приезжают, приезжают туда, ну, что называется, осмысленно. Потому что они реально хотят в этом парке побывать. А что же люди хотят в этом парке увидеть? Наверное, главной достопримечательностью парка является каньон Святой Елены. Он располагается, опять же, в южной части парка. И это каньон, по которому протекает река Рио Гранде. С американской стороны в него можно спуститься. В этом проблемы особой нет. И, в принципе, формально вы даже можете перейти границу, потому как, ну, перейти Рио Гранде там можно абсолютно без проблем. Если вы готовы замочить ноги, то, как говорится, взял да пошел. Единственное, что там такая, говорят, довольно неприятная грязь. А, как бы, в жару, в засуху там, в принципе, насколько я понимаю, река пересыхает. И можно просто взять и перейти на другую сторону. Правда, непосредственно, как бы, уже в Мексику сильно вы не попадете. Потому что там такая природная стена выстроена, да. Соответственно, этот каньон. Вот. 450 метров. Поэтому, ну, если уж вам так срочно понадобилось в Мексику, то, мне кажется, есть пути, скажем так, где границу перейти проще, чем здесь. Я, к сожалению, скажем так, попал не в самое лучшее время. Ну, во-первых, да, собственно, была вода, и, соответственно, мне не хотелось мочить ноги. Как бы, я не стал идти туда дальше по каньону. Во-вторых, была пасмурная погода. Не абсолютно пасмурная, но, скажем так, не такая, какая, может быть, хотелось бы. И плюс, в плане времени, конечно, желательно приезжать туда ближе к закату. Говорят, очень красивое зрелище открывается. Но, как говорится, в другой раз, возможно, когда-нибудь приедут туда еще раз. При этом, вот что надо отметить, довольно нетипичная ситуация. Да, все-таки здесь нужно немножко пройти. Причем пройти, ну, скажем так, по довольно крутому подъему. Потому как, ну, обычно в национальном парке там все, приезжаешь, вышел из машины, и вот главная достопримечательность, да. Здесь все-таки не так. Я не сказал бы, что вот этот подъем и вот эта тропинка, по которой надо пройти, они как бы сильно сложные. Но, по крайней мере, скажем так, требуют некоторого физического напряжения. Теперь, что касается гор. Значит, горы, расположенные на территории парка, называются Chisos Mountains. И, соответственно, занимают порядка 100 квадратных километров. Ну, то есть, в общем, около 5% площади парка. На этих горах, в принципе, тоже есть маршруты, есть дороги. То есть, можно подняться довольно высоко на автомобиле. И, более того, там даже в горах есть, скажем так, некоторая инфраструктура для туризма. Я чуть-чуть позже про нее еще упомяну. Горы — это не то, что ты представляешь, когда думаешь о Техасе. Но, тем не менее, да, в Техасе тоже есть горы. И, кстати, в принципе, если вы путешествуете по Техасу, например, не знаю, едете из Далласа в Эль-Пасо, то плюс-минус, если немножечко там особенно свернуть и проехать где-то немножко дальше, то можно увидеть горы, ну, может быть, не столь величественные, но все равно довольно красивые. Как бы есть в Западном Техасе такой горный участок. Собственно, второй национальный парк, который есть в Техасе — Гваделупе Маунтинс. Да, соответственно, тоже горы, ну и тоже в Западном Техасе. При всем этом, вот это вот, в общем-то, ну, плюс-минус бескрайняя и не очень ровная пустыня, плюс, в общем-то, ну, вполне неплохие горы, значит, вот эта вот комбинация дает очень красивые виды. То есть, с одной стороны видно сами горы, с другой стороны вид с этих гор. Когда я был, там было очень интересное что-то с облаками. Они были как бы обрезаны сверху, и при этом были в вершине гор. И они как бы при этом скрывали какие-то неровности вот этих вершин, да, и выглядело все это очень интересно. При том, что, ну, да, Каньон Святой Елены — это, конечно, достопримечательность, но, в общем, наверное, не первого ранга. Но в целом в парке реально очень красивые виды, и просто, когда ты по нему едешь, глаз радуется. А ехать по этой территории, на самом деле, можно довольно долго. И хотя я уже сказал, что, ну, в общем, да, есть парки и больше, тот же даже Гранд Каньон больше, но здесь реально вот можно доехать, ну, плюс-минус в любой уголок парка, по крайней мере, там, в дальний, да, там в центре, может быть, сложнее как-то доехать до того или иного места, но можно проехать и в один угол, и в другой. Иногда для этого нужно ехать по грунтовым дорогам. И тут я бы сказал так, там написано, что там, типа, только для автомобилей с полным приводом. Ну, может быть, и в плохую погоду, если там влажность высокая, грязь, так оно и есть. На мой взгляд, это, скорее, было только для автомобилей, которые не жалко, потому что я там ехал, ну, довольно много по дороге, которая, как бы это сказать, называется доска для стирки, да, washboard по-английски. Вот, это когда вы едете и просто вот такие ребра, вся дорога, это такие бесконечные ребра, машину трясет, вот, я как-то так сместился чуть-чуть сбоку, но, да, не так сильно трясло, зато время от времени какими-нибудь кустами, значит, мне царапало машину, ну, вроде сильно не поцарапало, но, тем не менее, тоже неприятно. Вот, так что, в принципе, вот эти, скажем так, грунтовые дороги там, ну, может быть, они не все такие, но, по крайней мере, вот такой минус у них есть. В любом случае, кто хочет, и вот кому хочется долго, спокойно передвигаться по вот такой живописной, пусть и немножко пугающей своей такой пустынностью местности, да, вот для этого человека в этом парке есть все условия, потому что там реально можно ездить по нему долго. Соответственно, вот эта вот большая территория, значительное число различных, скажем так, удаленных от каких-то больших дорог мест, все это привело к тому, что в парке очень хорошие возможности для тех, кто, скажем так, любит отдыхать, ну, или с палаткой, или в каком-то доме на колесах, или как-то еще. Для кемпингов в парке сделаны все возможности. Более того, там есть даже там место, которое называется деревня, да, и там действительно очень много людей, очень много кемпингов, вот. На территории парка даже есть, по-моему, даже несколько магазинов, то есть, в принципе, если вы там задержались там на неделю или две, то вам не обязательно выезжать из парка, чтобы купить какие-то продукты первой необходимости. Даже заправки есть на территории парка, что, ну, редкость не редкость, ну, в том же Еву-Эстонии есть, да, например, но, скажем так, далеко не во всех парках вы можете найти подобные, скажем так, услуги. Также в горной части парка находится, ну, прямо такой типа отель, в котором можно забронировать себе номер, остановиться, и это, ну, действительно, опять же, редкая вещь. Она есть в некоторых парках, в том числе в Эстоне, но, как бы, далеко не везде такое возможно. Также на территории парка есть некоторые полуразрушенные, давайте так скажем, строения, что-либо связанное с историей этой местности. Грубо говоря, как правило, это типа ранчо такое-то, да. Ну, вот кто-то здесь когда-то жил. Кстати, в таком юго-восточном углу парка есть территория, на которой, типа, просто написано, что это частная резиденция, вот там кто-то действительно до сих пор живет, ну, как бы формально на территории парка, но большая часть из вот таких мест, это, там, какое-то заброшенное ранчо, там, от которого остались какие-то развалины. Но, с другой стороны, живописная природа, в общем, компенсирует тот факт, что развалины, скажем так, ну, большого, там, исторически архитектурного интереса не представляют. Кстати, вот все в той же части парка, на юго-востоке, недалеко от той частной резиденции, которую я упомянул, там, вообще-то, есть даже пограничный переход. То есть, в принципе, можно даже попасть в Мексику легально, и вот к этому переходу уже с мексиканской стороны, да, там ведет дорога. Но, насколько я понял, глядя в карту, как бы к западу от этой дороги, да, то есть, вот на территории, скажем так, рядом с большей частью вот этого парка, да, там ничего нет, там вот сплошная пустыня, и, собственно, поэтому, я думаю, там никто особо и не пытается переходить границу. Ну, понятно, каньон Святой Елены там, как бы, слишком высоко. Даже в менее суровых, с точки зрения рельефа, местах, просто, я думаю, там на мексиканской, как бы, половине настолько ничего нету, да, что, как бы, невозможно просто добраться дотуда нормально. Ну, по крайней мере, это, мне так кажется, может, я ошибаюсь. В любом случае, я не видел, там, пограничников на территории парка, какого-нибудь этого дирижабля пограничников, который бы эту территорию мониторил. Просто, как бы, ну, граница есть, вот она проходит по реке, но она даже никак не размечена. Ну, еще одна причина, по которой люди едут в Биг Бенд, это темнота. Это одно из самых темных мест в Техасе, ну, и я подозреваю, что в целом на значительной части США. Во-первых, довольно высоко. Во-вторых, вокруг вообще ничего нет. Ну, там, совсем какие-то маленькие городки, то есть, минимум светового загрязнения. И, соответственно, те, кто хочет посмотреть на звезды, едут туда. Я хотел дождаться там темноты, но, во-первых, была довольно прохладная ветреная погода. Я там был в середине апреля, поэтому, как бы, там было около 5 градусов по Цельсию вечером. Вот, соответственно, не то, чтобы очень приятно было находиться на улице, плюс ветер, да. Значит, во-вторых, все те же самые тучи, которые, ну, днем делали вид более интересным, я бы даже сказал. Но, скажем так, смотреть на звездное небо, которое там на 90% затянуто тучами, как-то мне было не столь интересно, может быть, потому что, ну, вот именно хотелось, если уж смотреть, то, как говорится, такая огромная полусфера, да, вокруг вас, и она вся со звездами. Вот это то, что я хотел посмотреть. Ну, что ж, опять же, есть причина когда-нибудь еще раз туда приехать. Что еще можно посмотреть, если вы решили отправиться в этот национальный парк? Ну, рядом там есть парк штата, Биг Бенд Рэнч. Значит, ну, грубо говоря, ранчо Большой Изгиб. Значит, он буквально находится там через дорогу от этого парка. Он поменьше, и я в нем был. На самом деле, я хотел, ну, собственно, в Биг Бенде побывать еще года, наверное, сколько, 4 назад. Но тогда парк был закрыт из-за ковида. Не совсем понимаю логику, потому что парк не выглядел как место, в котором вы часто как-то взаимодействуете с людьми. Ну, вот, тем не менее. Вот. А парк штата был открыт. Я в нем побывал, по нему проехался. Там меньше таких вот прям ярких достопримечательностей. Я бы сказал, что, может быть, их там вообще нет. По крайней мере, я их не увидел. Но ехать там интереснее. То есть, если вы, допустим, любите проехаться на автомобиле по не очень хорошей дороге. Опять же, я не говорю про какой-то там бешеный оффроуд. Ну, просто там по неровностям каким-то, где-то узкая дорога. То есть, вот, Биг Бенд Рэнч, это даже, мне кажется, более интересная опция. Рядом есть город Терлингва. Он как бы на всех картах написано там, туристических, это типа город-призрак, заброшенный город. На самом деле, как бы нет. Вот есть город-призрак, который там превратили в развлечение для туристов. Это одна опция. Есть город-призрак, который, ну, действительно, город-призрак реально заброшенный. Да, вторая опция. А здесь ни то, ни другое. То есть, да, здесь есть кое-что для туристов. Но я бы не сказал, что он призрак. Там как бы живут люди, да. Есть отдельные заброшенные строения, есть довольно такое необычное кладбище. Я, честно говоря, не сказал бы, что это какое-то очень интересное место. В принципе, если вы как бы приехали в парк на несколько дней, то вот в этой Терлингове есть места, где можно остановиться. И это уже становится интереснее, да. То есть, как бы, если вы не хотите в парке, или там нет мест, или еще что-то. В принципе, Терлингва это вариант. Но, с точки зрения меня, как бы, туристической, ну, ничего сильно примечательного, опять же, я там не увидел. Ну, если уже смотреть еще дальше, есть города Альпайн и Марфа относительно недалеко. Ну, как относительно недалеко, час езды, полтора часа езды от парка. В принципе, ну, Альпайн, я в нем останавливался, да. Вот оба раза, когда я в тех краях был, останавливался в Альпайне. Это довольно неплохой вариант для туризма. То есть, там, как бы, есть какие-то рестораны, отели разного, скажем так, ценового диапазона. В общем, ну, ничего места, да. И Марфа, ну, тоже можно остановиться и там. Также между Альпайном и Марфой есть вот место, где люди наблюдают за огнями Марфы. Огни Марфы это отдельная история. Есть попытки это объяснить, скажем так, с точки зрения физики. Кто-то верит, что это инопланетяне. Вот в прошлый раз я когда там был, я действительно вечером приехал и посидел там тоже в окружении людей, которые надеялись увидеть огни Марфы. Они там появляются несколько раз в год. Так что, как говорится, шанс был небольшой и мне не повезло, да. Вот. Ну, и еще дальше, это где-то еще, может быть, час от Альпайна. В горах, значит, Дэвис Маунтинс находится обсерватория Макдональда. Довольно серьезная обсерватория, насколько я понимаю. Я хотел в нее попасть в этот раз на ночную такую, как бы, ну, не экскурсию, а такой тур, где можно было бы посмотреть телескопы, но, во-первых, были на небе облака и был большой шанс, что там реально в телескопы не дадут смотреть. А, во-вторых, я очень устал, я в духе плюнул и не поехал. Ну, опять же, причина вернуться туда еще раз. Да, вот эти же горы-то, они довольно красивые. Да, там приятно ездить. Но сказать, что это все какая-то топовая достопримечательность, ну, наверное, нет. То есть, если бы вы, там, приехали в США, там, на несколько недель или даже, нам, на месяц в турпоездку, я не уверен, что есть смысл туда ехать, потому что до туда далеко. И, скажем так, концентрация достопримечательностей на квадратный километр там крайне низкая. С другой стороны, да, если кто-то живет в Техасе и там до сих пор не побывал, ну, что, рекомендую. Хорошее место, чтобы вот, особенно, может быть, в одиночестве проехаться, а, может быть, и не в одиночестве. Если не в одиночестве, тогда вы сможете поговорить о чем-то, скажем так, личном, да, потому как, опять же, обсуждать то, что вы видите из окна машины, будет сложно. Это будет не так часто меняться. Ну, и вот, опять же, для себя, да, я думаю, что я когда-нибудь туда еще раз съезжу, просто потому что не все посмотрел, потому что я живу в Техасе, и, ну, как минимум, мне не надо лететь с пересадкой, чтобы оттуда добраться. Вот. Ну, и, пожалуй, на этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.